Здравствуйте! В эфире программа «Между тем». Меня зовут Владимир Добритский. Сегодня у нас в гостях очень интересный, я бы сказал, неординарный, но очень популярный человек. Иван Иванович Ахлобыстин. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте! Простите меня за внешний вид, но солнечный ветер. У нас неформальная программа, неформальная беседа, я на это очень надеюсь, поэтому здесь все как раз совершенно в порядке. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Вы привезли сегодня в Ростов духовные беседы, моноспектакль. Что это такое? Мне сразу, когда я прочел на афише, мне показалось, что очень такое нескромное название. Духовные беседы. заплатили деньги, они должны выйти одухотворенными, иметь возможность что-то размышлять и получить еще эстетическое наслаждение. А тут получилось, что в Ярославль, по-моему, я приехал и понял, что у меня нет нового рассказа для этого города. То есть он не индивидуальный получается, разгар это неприлично. Когда ты едешь в город, ты должен этому городу что-то отдельно, вот это эксклюзив должен для города быть. Я честно признался людям и решил, давайте за жизнь поговорим. Вот я вам расскажу, что знаю. Хотите телевидение? Телевидение. Хотите за жизнь? За жизнь. В принципе, у меня жизнь несложная. Я о каких-то личных вещах других людей не могу рассказывать, потому что, ну, свечку не держал, я в банях об этом даже не разговариваю. Обо всем остальном спрашиваете. И выяснилось, что это самый востребованный жанр. Вот у нас уже 40 с лишним городов. Мы проехали с Максимом, директором, и Оксанку стараюсь брать с собой все время. И это всегда разговор по восходящей. То есть сначала ты приветствуешь людей, вот говоришь, объясняешь ситуацию, что вот это возможность спросить, что хотите. И не творческая встреча. Не надо. Хотите о кино? Хотите о... Не ограничивайте себя. Хотите, выскажитесь, по моему мнению. Значит, хотите, спросите. И это такой живой контакт. Поэтому он называется интерактивный этот спектакль. Интерактивный спектакль, да. Ну, по сути, это очень напоминает древнегреческий Ареупак. Когда встречались греческие мудрецы и жители города, которым нравилось философствовать, нравилось обсуждать жизнь. Это возвращение к нормальному бытовому разговору, который всегда обременен какими-то вот и философскими, и геополитическими. Все же обсуждают люди. Мы отвыклись за техники. А я пытаюсь, получается, не я, мною, я как из инструментов, восстановить эту человеческую связь живого разговора. Ну, для Ростова-то вот этот как раз эксклюзивный рассказ, он все-таки существует, не в пример Ярославлю, да? Нет. С того момента с Ярославлю я перестал работать в формате литературных вечеров. Я перестал пытаться как-то поражать воображение читателей, потому что они могут все это прочитать в сети, если захотят. Вы все равно читаете что-то, да? Я читаю, когда, знаете, вот бывает разговор в кассу, вот попадает, предположим, о детях спросили, у меня есть методичка рассказ на списке, но он и потешный, он и полезный на самом деле, или там за христианство, да? Я либо делюсь одним произведением, либо другим, но время, ну, мало, читаю там два-три рассказа, в основном это все равно ответы на вопросы, и сам по себе вот разговор, он эксклюзивен, потому что вопросы, как правило, я думал, будет про телевидение, я думал, будет, не, людям наплевать, что там на телевидении, они уже из газет все знают, из журналов. Им интересно, о чем на самом деле думаешь, как вот, кто-то разошелся, кто-то встретился, прощать, не прощать, значит, как бороться с одиночеством, как научиться верить в себя, значит, что вы думаете об окружающем, вот такие, такие вещи. Церковных много вопросов, таких религиозного порядка, политические вопросы. Иван, ростовский зритель, вы не впервые в Ростове, вы привозили сюда и доктрину, насколько я помню, да? Да, в первую очередь, я же в армии здесь служил, да. Да, да, и еще и с этим воспоминаниями связан Ростов-на-Дону, он и требовательный, этот зритель, и в то же время он, между тем, может быть таким не очень уважительным, я это сам наблюдал, там выкрики какие-то могут быть, да, там, Ваня, давай, вот такие вещи случались у нас здесь в Ростове, и как вы к этому относитесь, как вы? Вот, вы знаете, за все время, что на людях кручусь так активно, а получилось с интернов, потому что как гвоздь в голову каждый день вбивают новую серию, но это для меня очень необычный опыт, я никогда не думал, что так долго буду работать на телевидении, и хотел вообще артистом быть. Начались интерны, узнали люди для себя, они еще и представления создали другие фильмы, ассоциировали меня с прежними фильмами, а вот он какой, либо да, либо нет, как-то выбрали по-своему. Но за все это время не было ни одного даже намека на фамильярность. Был один случай, когда кто-то окликнул, подросток меня где-то, я не помню, в Москве, в торговом центре, эй, узнал, значит, идет через... Забыл, как зовут, эй, эй, окликивает, эй, я дождался пока, он говорит, ты уверен, что эй? И он так, потому что я очень злой, он всю галерею на меня обернул, я потом фоткался еще с 20 людьми, а мне бежать надо, горело все, он, эй, я и так еле пробрался, и хамовато. И вот, кроме вот уверен, что он не был уверен, что эй, осознал свои ошибки, вот, а за все это время у него очень деликатные отношения. И если такое есть, в каких-то городах может быть, да, что выкрики, ну, как правило, люди не делают так, потому что все-таки, будь то театр, будь то площадка какая-то в клубе в каком-то или в доме офицеров, все равно это некий партикуляр. То есть ты идешь для того, чтобы, ну, сознательно идешь для того, чтобы послушать, увидеть. А если кто-то все-таки не сдержался, если что-то сказал, либо я спросил и ответили оттуда, это никогда не было в уничижительной форме. Нет, никогда не было за грани этого партикуляра, как ни странно. Такое приятное дополнение только. Ну и слава богу, что он назывался. Один раз в Риге, по-моему, барышня из какой-то странной секты свидетелей Егова или что-то такое тоже трэшевое, стала трясти бумагами и кричать, разоблачать русскую православную церковь. Значит, я ей сказал, что я здесь не помощник, потому что, во-первых, я ничего не знаю, ну, я не хочу разоблачать, я не знаю ничего. А если бы знал бы, не хотел бы разоблачать, честно говоря, потому что сам член православной церкви, всегда бы обоим останусь. Иван, вот в Википедии у вас написано, священник русской православной церкви временно запрещенный в священнослужении. Это как? И что должно произойти, чтобы был вновь разрешенный? От вас это зависит или от еще кого-то? Это зависит, ну, от промысла Божьего в первую очередь, а потом уже от меня. Это когда я начал сниматься кино, я снимался, снимался, а потом развили социальные сети, и было много критики. И поскольку не хотелось так, чтобы со мной ассоциировался какой-то негатив, связанный с церковью через меня, я написал прошение на имя святейшего патриарха, что запретить меня в служении, пока я снимаюсь в кино. Как только у меня закончится вот эта съемочность, вот сейчас заканчивается договор с интернами бесконечное, значит, если не будет такого, что прямо мне скажут в церкви, что нет Ивана, продолжая, значит, на этом поле работать, то я буду писать письмо святейшему, чтобы вернуться в сан. То есть рассматриваться какое-то время это будет. Я как был церковный, в принципе, так и остался. Диковатый, но церковный. Иван, вот вы появляетесь уже помимо «Своей воли или нет, не знаю», но появляетесь уже и в песнях, и в кино, и я не имею в виду роли, а в таких образах. Да, последний случай – это песня про отца Ануфрия Слепакова, знаете такую? Да? Слышали? Слышал, да. Вот, и в фильме есть такой «Сказка есть», называется, придуманный для детей, на самом деле совершенно не детский, на мой взгляд. И вот там в одной из новелл есть такой мальчик в школе, Ваня Бастинохла. Бастинохла, он главный герой там. Да, и он там борется с произволом школьным там, так сказать. Вот вы как относитесь вот к этим вещам, когда вы появляетесь вот так вот в кино или в песнях, негодуете ли, или вам все равно, или все-таки это греет где-то душу? Я не знаю, как к этому относиться, честно говоря. Ну, прикольно, что кино, да, на Гошу посмотрели, на мальчика, звучит смешно. Что отец Ануфрия, ну, так. Вообще Слепаков коллега. Если бы я был на его месте, я бы не написал эту песню. Ну, вот я об этом, кстати, тоже подумал, поэтому хочу знать вашу ряду. Он извинился, но с удовольствием продолжает ее петь. Ну, я такой человек, что… И она звучит на радио. Нормально, нормально. Вот, для меня высшая похвала, вот, в плане медийном. Мне привет передали из Донецкой Народной Республики, там ополченец в маске, одни глаза видно, и он говорит, ты отдельный привет, Иванов Хлобысь. Но для меня это дороже тысячи всяких Слепаковых, Фигаковых и всех остальных. Потому что, ну, сравнивайте. Естественно. Вы как-то в духовных беседах будете касаться вообще ситуации украинской, украинского вопроса, если так можно говорить? Если спросят, коснусь, потому что, ну, как прямая обязанность гражданского порядка, я не скрывал никогда, что я сторонник имперских, вот, ну, воззрений. Потому что для России другие это как-то смешно. Это же монархист. Не монархист, да. Но монархист это более такое, знаете, более личностное, а имперские, они более широкий взгляд. Ну, понятно, да, о чем речь идет, когда имперские. Я не знаю, может ли у русского человека быть альтернатива этой идеологии. Она не оформлена никак, вот, на нынешний период. Ей нужно обрести некую форму такую философско-идеологическую, чтобы это не было просто вот моими настроениями, там, настроением ребят Донецкой, Луганской и там, Славянской, и настроения патриотические, конечно, это должно все обрести плоть. Но сразу не бывает. Есть сборский клуб, я член сборского клуба. И сборский клуб, ну, это такое, знаете, это вот прям самый оплот консервативной мысли. Там Дугин, там Аверьянов, там Проханов, великий человек. Вот по мне такая удивительная человек, удивительная эрудиция. У него сын сейчас... Проханов великолепно называется о вас. Я люблю Проханова за гражданский, вот даже за человеческий подвиг. Во-первых, он не чванливый, в нем нет вот этой дряни, знаете, которая свойственна медийным людям и таким властительным или, ну, известным. Он прям душа человека, от него веет добро, светом. Во-вторых, вот поведенческие даже. Он сына послал сейчас вот за Новороссию биться. Не каждый отец пошлет сына биться за идеал. Значит, и сына он воспитал так, что уважительно. Вызывает огромное уважение. Вот. Я сторонник консервативной. Все об этом знают. И поэтому люди, которые мне задают вопрос, знают, как я примерно отвечу. Конечно, я люблю, уважаю, считаю, что украинский народ, Украину, и считаю, рано или поздно мы должны, вот, ну, мы у нас такое, у нас как паутина, мы славянский мир. Здесь наступила у кого-то обязательно жена хохлушка, либо муж хохол, либо белорус, либо через дальних родственников, обязательно всех. Абсолютно верно. Все это связано. Вот так у нас, вот, паутина. Американцы напрасно к нам залезли, они не понимают, что они тронули. Они связку вот этих, знаете, делают гранаты, подсечки, вот, растяжки. Бывают прям паутиночками делают. Здесь донулы, весь периметр. Вот они весь периметр взорвут в итоге. В итоге все равно три народа наших будут вместе. В итоге мы построим великую Российскую империю. И не дадим появиться никакому ни фюреру, ни Гитлеру, ни этому, ни Наполеону. В этом наша задача. Познер вам возразил в своей программе насчет империи, да? Он сказал, империя это почти всегда завоевание. Вот как вы на это смотрите? Да, это так, да. Знаете, как бывает? Бывает пьющий сосед. Вот он бухает и жену бьет, а у него, увы, детей. К нему надо время от времени наведываться и ему по горбу чем-нибудь. Чтобы он, ну как, если пьешь, то закусывай. Женщин, дети ни при чем. А в миру он нормальный человек может быть. Это не агрессия, это какие-то вот, ну, живые, живительные какие-то, обычные. И это должно касаться, конечно, очень индивидуального рассмотрения каждого случая. Нельзя это применять в целом. А так, чем больше народ, тем больше у него вероятности выживания. С учетом того, что к нам идет с запада, да, по социально-такому бытовому, в социальном бытовом аспекте. Это больше реструкт, нежели какая-то гармония. Это извращение, это разрушение семьи, это индивидуализм до уровня Брейвика. Мы, а тут больше идет насилие, оно в потенциале, нежели от нас. Мы такие, у-у-у, ну мы-то не пойдем. Мы будем и назад все уйдем, мы ничего захватывать не будем. А эти, если у этих развивается, это у-у-у, они с ума сходят. Вот смотрите, Норвеги, да, суровые войны, пересекают океаны с одним этим, всех завоевали. Раз, а сейчас посмотреть не на что. Через одного из вращенец. У них крайности. То же самое с Европой. До чего дошло? В стране, откуда произошла большая часть венерических заболеваний, во Франции. Проходят дни гнева. Что это значит? То есть выходят нормальные чуваки, чувихи, ну нормальные французы, говорят, вот вы со своими этими, нам детишек неудобно в школу водить, вы без трусов бегаете. День гнева – это возмущение вот этим абсурдом. Там миграционные еще вопросы есть, но суть такая. И вот я зашел сегодня, я зашел к полномочному представителю Франции в Ростове-на-Дону и попросил передать, значит, Марине Лепен мое восхищение за то, что она ДНР поддерживает. Пообещал? А? Пообещал? Нет, передал. Он должен передать. Но это как тоже, это вопрос партикуляра. Если он здесь представитель, следовательно, я пришел, засвидетельствовался, поофициальной прошел, с секретарем поговорил, с пресс-аташей поговорил. Значит, передал, и он должен передать. Замечательная женщина, прям достойна она своего отца. Иван, у вас есть коллекция оружия, это так, да? Нет? Или нельзя назвать коллекцией? Это нельзя назвать, это обычный мужицкий набор. Вот есть пять граф в этом разрешении? Я на все пять граф взял дробовики. Но где-то дробовик, где-то двустволка, там, в зависимости от… Мы сейчас до программы, так получилось, да, мы беседовали немножко об оружии. И как вы об этом рассказываете, это наблюдать просто очень вкусно, просто смотреть на вас, а уже не то, чтобы слушать. Вот как вы относитесь к идее, а у нас на Дону живет инициатор этой идеи, Данил Аркадьевич Корецкий, может, вы о нем слышали, автор антикиллера, который, да? Вот тот самый. Вот к идее вооружить мирное население, административным оружием, чтобы они боролись с криминалами. Он в одной организации со мной, по-моему, у Марии Бутины, в «Право на оружие». Я вообще за оружие. Если есть оружие, это очень ограничивающий фактор. Ерунда, что неожиданно по пьяни все начнут стрелять. Во-первых, у всех есть. Самое главное возражение – это вот это, что мы сейчас начнем всех убивать. Так уж, если по большому счету, у большинства есть. Если надо, то достанешь и по пьяни, и без пьяни. Значит, берем второй аспект статистический. Значит, психологически люди не готовы к оружию, люди не готовы к содержанию оружия. А это плохо, потому что он будет теряться. Он не может отпор дать агрессу. Агресса находится… Вы вообще говорите о людях или о России? А вообще о людях. В России это легче, потому что мы у нас генетически умеем обращаться с оружием. У меня ребенок никогда патроны… Я никогда не оставляю патроны на столе, но он никогда не понесет его взрывать в костре. Он видел, как это работает в реальности. Для него это объект другой самоценности. Не бах, а стрелять. То есть, ему легче попросить мне дать стрельнуть, если уж так. Потом, больше всего убито кухонным ножом по пьяни. Больше всего шеи поломано. Автомобильные вообще не берем потери. И мы считали примерно статистически, что будет увеличение бытового травматизма, будет, если ввести оружие, но будет многопроцентовый спад попыток на агрессивное поведение. Уйдет вся шелуха. Вот тут так уже за руку женщину на улице по пьяни лишний раз не держим, потому что она сумочки может достать и тебе ногу прострелить. Если умеет пользоваться. Если умеет пользоваться. А если ты, это знаете, это как вот с питьем или с курением. Вот тебе запретили курить в здании. Ты не куришь. Ты выходишь раз, если ты курящий человек, выходишь куда-то. Гимор выходить, куришь меньше. Если ты пьющий человек, ты на работу не приходишь пьющий. За рулем ты не можешь. Тебя ограничивает машина. Вот то же самое. Возможность наличия у каждого гражданина адекватного, тут тоже нужен адекватный подбор огнестрельного оружия и возможность защитить себя гарантирует, что уйдет много вот этой лишней пены. А основная пена, основной процент потерь и агрессии как раз из-за пены. Тебя дернули за руку. Ты подхамил. Тебе подхамили. Раз за разом драка. Нож. А у тебя еще и оружие есть. Оружие это 25 вопрос. Да, еще и оружие. И вот когда первая волна эта сойдет, когда люди поймут, что не надо начинать, если там нет серьезного намерения, какого-то либо агрессии, либо серьезно не сформулирован вопрос, не надо простого кипиша. Потому что он может закончиться очень плохо. Наоборот, оружие приносит стабильность. Стабильность в отношениях. Мы равны. Мы можем быть равных весовых категорий в разных возрастах, но по гражданским возможностям мы с оружием станем одинаковыми. Вот президент России подписал закон недавно, он, по-моему, с первого числа начинает действовать о запрете матерных выражений в театре, на концертах, в СМИ, интернете, в литературе не запрет, а нужно книжку или диск, где есть матерные слова, выражения, мат, нужно их запаковывать в какие-то, значит... Ну, логотипчики. Да, и говорить, что вот здесь... Да, я за это, я за это. Вот как вы к этому относитесь? Я бы так же говорил, да. Да, потому что, во-первых, русский язык, мы должны осознать, что мы единственный народ, который разговаривает на сакральном языке. Он был придуман, как Кириллом Мефодием, для богослужения. Даже когда мы материмся по лестничной площадке с нашим соседом, мы все равно говорим на богослужебном, хоть и утилизированном языке. Язык несет отношения, язык формулирует окружающее, и поэтому, если много грязи в языке, то, соответственно, и вокруг много грязи. И чем мы чище будем говорить, чем мы нормативнее будем говорить, тем мы больше найдем всяких замен, тем тому же самому мату. И замены эти будут лучше, чем грубо, просто мата или искобрезности. Пусть художники думают, чем можно заменить. Не обязательно же, чтобы смешить, нужно задницу показывать. Ну, многие думают, что так оно и эффективнее. Быстрее добиваешься результата. Вот мы у них с законом эту возможность и отрезали. То есть будем меньше ругаться, будем лучше жить? Ну, по факту так. Потому что, если ты не ругаешься, значит, ты следишь за собой. Если ты следишь за собой, значит, ты человек дисциплинирован. Если ты человек дисциплинирован, значит, ты зарабатывать по факту будешь больше. Но если брать аспект такой материальный, все же взаимосплетено. А что читаете сейчас, Иван? Мне просто самому интересно, как человеку читающему очень. Я читаю, значит, Азимова «История Америки». Я увидел в магазине и думаю, как это вроде, ну, наш великий соотечественник, живший в Америке, один из таких прям апостолов фантастики и почему «История Америки», полистал и неожиданно осознал для себя, что это очень здорово, ясно, понятно, написанная книга, как произошла Америка как таковая. Мне всегда хотелось понять вот этот феномен американский. Он временный, конечно, и он очень здорово, очень здорово описывает. И для меня это было откровение, что он помимо фантастики еще и вот такие книги писал. До этого, до этого, сейчас скажу, что я Мису Каку читал, вот с таким, такого япончика Мису Каку. Ну и как он? Нормально, квантовый физик. Интересно. Ой, да. У нас, я почему спросил о чтении еще, потому что совсем недавно в мае, в конце мая было 109 лет Михаила Александровича Шолохова, и мы здесь это все отмечаем в таком российском масштабе, и Шолоховская весна наверняка вы слышали. Об этом, так вот, Сергей Владимирович Русуляк сейчас снимает «Тихий Дон». И я спрашивал об этом деятели культуры, искусства наших здесь, донских, да, нужно это или не нужно, там, переплюнуть Герасимова, не переплюнуть, так сказать, свой взгляд, не свой взгляд. Вот как вообще к ремейкам относитесь в этом смысле? Всегда отрицательно, но в данном случае все-таки речь идет о... Не о ремейке, конечно, да, о своем. Нет, я к ремейкам отрицательно отношусь, мне кажется, что очень невелик шанс сделать лучше. Всегда так почти. Почти всегда, да. Потому что, ну, во-первых, время, фактор времени. Герасимов был ближе к тому, вот, прям, вот, событийному сегменту казачества. Это же революция, после революции он лучше понимал. Все-таки Русуляк будет моделировать. То есть время ушло, и нужно из чего-то это придумать. Да, он потерял опыт. Он будет моделировать, тот знал как. И поэтому уже два разных произведения. Но мне кажется, это хорошо. Потому что, во-первых, Шолохов относится к писателям такого уровня, что уже можно экспериментировать. То есть это как Достоевский, как уже... Он не пострадает от этого. То есть от того, что будет снят, если, не дай бог, будет плохой фильм, Шолохов никак не страдает. А если будет хороший, это будет чудо и приятно, что у нас ставят классику. Потому что с классикой мало кто умеет работать. У нас либо петербургские вот эти задыхания, так мы видят провинциальные художники, так видят столицы. Северную столицу, что прямо Достоевский... Вот это... В жизни так никто не говорил. У меня как столбовые дворяне, родственники. Ну никто, чтобы задыхать, чтобы моя прабабушка... Я не могу представить. Она была строгая, армейски быстрая. Она ее барышня с Института благородных девиц. Она умела хорошо готовить, она застирала себе за войну руки. Но при этом у нее совершенно другая конструкция. То есть все равно современный человек для себя рисует какую-то такую картинку романтическую. Как должно это романтически? А это на самом деле мещанство. Никогда не было дворянства вот таким вот... Вот эти все штуки, они пришли в начале века. То есть врут, в общем. В общем, брешут. Были обычные, как мы, люди. Значит, в зависимости от социального статуса, занимаемой должности, воспитания, ну и уровень. Примерно так же все было. По-другому могло называться. Но уровень общения и уровень доверительности, и уровень комфорта разговора примерно был такой же. Не было вот, чтобы я изламывался перед вами, а вы нависали надо мной. Или наоборот там как-то. Иван, все-таки спрошу еще о Ростове. Я так понимаю, что вы сегодня удалось где-то побывать. Где, что вы увидели, вот эту историю о браслете, расскажите, если нужно. Ой, я всегда, когда в город приезжаю, если есть возможность, в собор хожу, в конфедральный собор, нужно поклониться там, ну, тоже партикуляр, считайте. Если есть время, потому что часто не бывает возможности вообще гостиницы, конференция, и полетел. Никогда не думал, что в этом возрасте буду как в стиральной машине жить. Как крутить меня будет. Но тем не менее, мы из гостиницы вышли, мы в интуристе в бывшем, сейчас не знаю, как это модно называется. Том Блаза. Том Блаза, да. И мы вышли насквозь улочками, прошли к кафедральному собору, он сейчас ремонтируется. Зашли в лавку, я в этом виде не подумал. А неудобно в собор идти и с руками еще, с татуировками. Оксанка пошла на рынок, купила такую рубашку, а я в магазин церковный зашел. Там с милыми дамами перефотографировался, ну, обычно такие вещи посмотрел, что да как. Очень, кстати сказать, такая солидная, и молитва слова хорошая, и на любой вкус распятие. То есть такой богатый, на самом деле, слава тебе, Господи, выбор. Вот, и что-то мы с ними посмеялись, я вот четкий купил, а они мне браслет с крестиком, и какой-то он то ли магнитный, то ли куджуковый. Мне дети обычно с этим, со всякими голограммами дарят, и пока их не оставляю в ванной, буду носить о память милой женщины. Что порадовало, так денег не взяли, да, вы сказали? Я, да, денег не взяли, мне неудобно, я говорю, забирайте. Вот, так что, потом куда? Попили лимонаду, попили кофе, кофе Рома. Здесь на углу стоит такая машина, и как раньше класс был. Да, у нас много таких. Да, очень здорово, мне так нравится, это парень молодой, подзавидать, купил себе, поставил, подзарабатывает. Узнал? Я комфортный, узнал, сфоткались, поговорили за жизнь, без всяких. Потом зашел, значит, в магазин, Господи, как это, не Орион, а электроника, О, вот, Орион, зеленый, на углу, Сечина, Сечина 31, по-моему. Купил рацию, рацию сегодня казакам перед этим, перед выступлением, чтобы они отправили туда, в Луганск, ну, где потребуется, им нужна сейчас всякая периферия. То есть, как гуманитарная помощь такая от вас? Ну, как гуманитарная, конечно, конечно, там сейчас закипишь, и поэтому связь всегда нужна. Иван, скажите, вы говорили вначале, да, когда мы рассказывали о духовных беседах, что вот вопрос такого житейского, может быть, даже бытового характера, да, делать, не делать, прощать, не прощать, шоу-бизнес, не шоу-бизнес, вот прощать или не прощать? Прощать. Всегда? Прощать, мы все несовершенны. Нет, ну, не всегда, есть варианты, когда нельзя простить подлость, потому что она, если она прощается, то она поощряется. Нельзя вот то, что поощряется. А вообще к людям нужно относиться по-христиански, то есть видеть в них не то, что себе в голове придумал, как тебе удобно, а так, как есть на самом деле, и такими их принимать. Мы очень такие несовершенные. Если мы людей так принимаем, то люди, как звери, чувствуют это, и нас такими принимают без критики. И так удобнее найти контакт сердцу. То вот это, в общем, сверхидея моих духовных бесед. Я очень хочу, чтобы у вас сегодня все получилось в Ростове-на-Дону, тем более это первое. Первые духовные беседы будут здесь для ростовчан. Приезжайте еще, спасибо за то, что вы сегодня согласились участвовать в нашей программе. И мне кажется, вот этот ответ ваш на то, что прощать или не прощать, это будет хорошая такая знаменательная точка нашей сегодняшней беседы. Но я хотел бы поставить многоточие, хотел бы встретиться с вами еще раз, а может быть и не один раз. Это была программа «Между темы». Я ее ведущий Владимир Добритский. А гостем нашей сегодняшней программы был интересный, неординарный и замечательный человек Иван Иванович Ахлобыстин. Мы увидимся с вами в следующую субботу в 18 часов 20 минут на телеканале «Южный регион Дон». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин